2,5 сотни различных видов паразитов, которые могут обитать в организме человека, насчитывают учёные. Среди них гельминты, аскориды, острицы, лямблии, таксоплазмы, хламидии, трихомонады и так далее. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент более 4,5 миллиардов человек в мире заражены паразитарными болезнями, а 80% всех существующих заболеваний либо напрямую вызваны паразитами, либо являются следствием жизнедеятельности паразитов. В России, по данным Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марсиновского, а более 20 миллионов человек постоянно заражено паразитозами. Пугающие цифры, не так ли? Сегодня мы поговорим о том, какие общие симптомы свойственны заражению паразитами и что делать в случае, если Вы заподозрили присутствие в организме этих незваных гостей. Здравствуйте, мои хорошие! Первые письменные свидетельства о паразитах приводятся еще в древнеегипетских папирусах, датируемых 3000 годом до нашей эры. В них можно найти описание круглых червей, остриц и некоторых неизвестных нам видов солитеров. Слово «паразит» происходит от древнегреческого «паразитус», которое обозначает «нахлебник». Почему «нахлебник»? Потому что это организм, который живет за счет хозяина. Паразиты очень разнообразны, они могут быть микроскопическими, а могут достигать и в длину нескольких метров. Различаются и места их обитания в организме – кишечник, печень, легкие мышцы, иногда даже головной мозг. По сути, паразиты могут поселиться везде. Как можно заразиться глистами? Яйца паразитов всегда попадают в организм извне, как правило, алиментарным путем через ротовую полость и желудочно-кишечный тракт. Также возможно заражение гельминтозом через укус насекомых во время путешествий по экзотическим странам. Какие паразиты живут в организме человека? Круглые глисты, острицы, аскориды, волосоглавы, нематоды, токсакары, трехинеллы. Крупные гельминты собираются в огромные клубки, забивая кишечный просвет и приводя к непроходимости, требующей хирургического лечения. Ленточные черви появляются у любителей отведать мясо с кровью и сырой рыбы. Вызывают проблемы с пищеварением, малокровие, аллергию. Самый опасный гельминт этой группы – эхинокок, личинки которого образуют в человеческом теле огромные кисты. При их разрыве паразиты рассеиваются по всему организму. Заражение может закончиться летально. Сосальщики, двуустки, сосальщики и фасциолы – опасные паразиты, сосущие кровь из сосудов печени, поджелудочной железы, кишечника и мочевого пузыря. Простейшие – лишмани, амебы, лямбли и другие. Хотя эти мельчайшие паразиты видны только под микроскопом, они способны вызвать опасные осложнения вплоть до прободения кишечника и абсцессов печени, также заканчивающихся летальным исходом. Чем опасны непрошенные гости для нашего организма? Продукты жизнедеятельности глистов воздействуют на организм человека как яды или аллергены, снижая общее самочувствие. Любой паразит, даже банальные острицы, может привести к формированию серьёзных аллергических реакций. Например, частые абструктивные бронхиты у детей могут быть следствием того, что в кишечнике живёт какой-то паразит. Аллергическая реакция, в свою очередь, способна привести к отёку квинке и летальному исходу. Обитая в тканях и органах человека, гельминты повреждают их механически и мешают нормальному функционированию. Личинки глистов, мигрируя по организму с током крови и попав в дыхательные пути, способны закупорить сосуды и стать причиной непроходимости бронхов. Некоторые виды гельминтов нарушают пищеварительный процесс, что в свою очередь приводит к сильным отравлениям. Паразиты могут не только источать наш организм. Если мы стараемся употребить пищу, богатую полезными микроэлементами, пропить комплексом витамины, минералы, гельминты, они не всегда пойдут нам на пользу, потому что львиную долю из них заберут гельминты. Микрофлора, которая населяет все наши слизистые кожные покровы, органы, ткани, которая вырабатывает для нас витамины, минералы, гормоны, ферменты, помогает нормально жить нашему организму, при присутствии паразитов начинает активно гибнуть. Продукты жизнедеятельности паразитов отравляют нервную систему. И очень часто это сказывается на психоэмоциональном состоянии как взрослого, так и ребенка. Любое психосоматическое заболевание может быть связано с паразитарной инвазией. Наиболее опасны глисты для детей. Кроме огромного спектра болезней и снижения иммунитета, они способны вызвать задержку развития, как физического, так и умственного. Гиперактивность или, наоборот, заторможенность, плаксивость, склонность к депрессиям – все это может быть следствием присутствия паразита в организме малыша. Специалисты обнаружили, что существуют гельминты, провоцирующие раковые опухоли. Это связано с двумя факторами. Первый – прямое повреждающее действие на ткани того или иного органа. Второе – действие опосредованное через резкое угнетение работы иммунной системы. Все дело в том, что тот отдел иммунитета, который отвечает за противопаразитарную защиту, отвечает и за противоопухолевую защиту. Вследствие неправильного деления в организме человека может появиться раковая клетка. В случае дефицита работы иммунной системы эта клетка вовремя не будет распознана и убита. Когда же человек может заподозрить у себя присутствие паразитов? Какие симптомы свидетельствуют о наличии в организме этих непрошенных гостей? Зуд в области анального отверстия и половых органов характерны для поражения острицами. Нарушение пищеварения, повышенное газообразование, неустойчивый стул, частые боли в животе. Боли могут быть постоянными, периодическими, затрагивающими определенные зоны живота. Иногда в кале больные видят ползающие членики глистов или даже целых паразитов. Повышенное чувство голода, иногда до обмороков. Скрип зубами во сне. Мама вдруг отмечает, что ребенок начал скрипеть зубами во сне. Почему это происходит? Очень часто скрип у детей связан с устрашающими сновидениями, вызванными токсическим воздействием на центральную нервную систему, продуктами жизнедеятельности паразитов. Ребенку снится страшный сон, и он от страха скрипит зубами во сне. Также скрип зубами по ночам может быть вызван повышенным тонусом жевательных мышц, спровоцированного все теми же паразитами. Постоянно повышенная температура. Поражение мочевыводящих путей, вызываемое паразитами, живущими в почках и мочевом пузыре. Больные жалуются на боль в пояснице и отеке. Иногда в моче видны следы крови. Вялотекущие хронические вагиниты. Аскориды и острицы переползают из заднего прохода в половые пути, вызывая вагинальный дисбактериоз и провоцируя развитие молочницы. Женщины лечатся от зуда и выделения, не понимая, что дело в паразитах. Кожные проявления. Шелушение пальцев рук и ног. Шелушивание кожи пластами. Высыпание в области век, их шелушение, отечность. Заражение глистами отравляет организм и угнетает иммунитет, приводя к появлению аллергий, проявляющихся сыпью по типу крапивницы. Присутствие нескольких хронических болезней одновременно. Заболевание суставов, бронхолегочного дерева, желудочно-кишечного тракта. Если вдруг человек начинает болеть поэтапно, то одним, то вторым, то третьим, то пятым, то десятом и изначально не было видимых причин для этого, то это повод задуматься о вероятном присутствии паразитов в организме. Общее ухудшение здоровья. Слабость, быстрая утомляемость, головокружение, головная боль. Слабый иммунитет, плохое пищеварение и малокровие ослабляют организм, который не может противостоять инфекциям. Человека преследуют постоянные простуды, ОРЗ и ОРВИ. Все это может говорить о присутствии скрытых паразитов в организме. Однако бывают случаи, когда гельминтоз долгое время протекает бессимптомно. Максимально внимательно относитесь к своему здоровью и для профилактики не забывайте проходить ежегодные обследования у своего врача. Особенно это актуально после поездок в страны, славящиеся антисанитарией. Анализы, которые назначаются при подозрении на наличие в организме паразитов. Анализ кала на яйцеглист. Общий анализ крови. Иммуно-перментный анализ крови. Этот тест позволяет выявить инфицирование одним или несколькими видами паразитов. Он проводится на наличие аскорид, токсакар, трихинел, сосальщиков, аписторхисов, эхинококов, китайских двуусток и т.д. Анализ реагирует на все формы паразитов – яйца, личинки, взрослых глистов. Точность составляет более 90%. УЗИ брюшной полости показывает изменения, характерные для присутствия паразитов в печени, поджелудочной железе. Оно безвредно, нетравматично и может применяться много раз. В ряде случаев исследуется также мокрота и иные биологические жидкости. Так как паразитарные заболевания отличаются достаточно высокой заразностью, в случае их выявления необходимо обследование и родственников больного. Не исключено, что понадобится лечение не только человеку, у которого выявлен гельминтоз, но и всем членам семьи – и взрослым, и детям, и даже домашним животным. Универсальных методов избавления от паразитов не существует. Однако ни в коем случае, если вы подозреваете наличие паразитов в организме, не стоит заниматься самолечением, особенно по отношению к своим детям. В первую очередь обратитесь к терапевту или педиатру. А для того, чтобы разобраться, есть у вас паразитарная инфекция или нет, очень важно обратиться к специалисту, пройти определенный перечень исследований и только после этого пройти адекватный курс лечения. Почему нельзя просто пойти в аптеку и попросить что-нибудь от глистов? Надо помнить, лекарственные средства, направленные на борьбу с гельминтами, крайне токсичны и при неправильном приеме, способны вызвать серьезные нарушения в работе органов и систем организма. Чтобы не заразиться гельминтами, нужно соблюдать гигиену, всегда мыть руки, овощи и фрукты, избавиться от привычки смачивать слюной пальцы, перелистывая страницы и вообще подносить руки ко рту, не пробовать продукты на рынках, с осторожностью питаться в незнакомых ресторанах и регулярно принимать душ. Если у вас есть домашнее животное, не целуйте питомца, не пускайте его в свою постель, не забывайте часто мыть руки, особенно перед едой, своевременно проводите осмотр животного у ветеринара. Если у питомца обнаружились глисты, обратитесь к врачу. Скорее всего пропить лекарство будет необходимо всей семье. Старайтесь выгуливать любимцев в положенном месте. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и конечно не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!